Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре студийные полноформатные релизы американской трэш-метал группы Hatriod. У коллектива немного студийных релизов, однако команда привлекает к себе внимание как минимум составом. Ведь в определенный момент времени ее участниками были вокалист Exodus, Стив Суза по прозвищу Zetra и два его сына, Коди и Ник. Я уже говорил про группу Hatriod в своем ролике о сайт-проектах Стива Сузы и упоминал два альбома, записанных с его участием в рамках этого коллектива. Ну а теперь давайте более внимательно рассмотрим всю дискографию группы Hatriod. Группа Hatriod образовалась в 2010 году. У ее основания стояли Стив Суза и гитарист Коста Варватакис. В 2011 году в качестве бас-гитариста группе присоединился сын Zetra Коди. Вместе с барабанщиком Алексом Бентоном и гитаристом Дрю Гейджем группа записала демо с одноименным названием Hatriod. Перед первым живым шоу место за барабанами занял второй сын Zetra Ник, а в 2013 году группа выпустила свой дебютный полноформатник Heroes of Origin. И это конечно же мощный, агрессивный и скоростной трэш-метал в духе рьюнионов и свежих альбомов метров трэш-сцены. Отлично записанный и отлично сыгранный. Слушая его, в принципе, нельзя сказать, что половина участников коллектива юны и не имеет опыта. Игра Ника на барабанах великолепна. Мигель Эсперазо составил отличный гитарный дуэт с Коста Варватакис, а вот бас-коди как-то особо не выделяется, он скорее просто заполняет низы в миксе. Ну и конечно же, вокал Стива Суза это всегда кайф, море энергии и драйва. А в совокупности с юношеским задором его сыновей альбом становится просто пушечным ядром, выпущенным в голову металлхеда. Да, назвать альбом особо хитовым, наверное, нельзя. Но это, безусловно, очень крепкая работа и его надо заценить хотя бы для того, чтобы узнать, какую достойную смену вырастил и подготовил Стив Суза. Следующий альбом Down of the Centurion вышел в 2014 году. В принципе, он мало чем отличается от дебютника. Это такой же задорный и драйвовый трэш, акцент в котором, как я считаю, сделан именно на гитарах, начиная от их звука, который явно доминирует в миксе и заканчивая интересными, стремящимися к оригинальности рифами. Ну и конечно же, скоростными соло. Я сейчас, конечно, скажу максимально субъективную вещь, но мне кажется, что вокал Зетра здесь как будто пропитан агрессией, ненавистью и злобой. Видимо, он действительно очень сильно взъелся на систему. А вот в плане музыки альбом кажется мягче. Как-то больше здесь среднетемповых мелодичных проигрышей, чем на дебютнике. Несмотря на схожесть альбомов 2013-2014 года, можно смело сказать, что на релизе Down of the Centurion есть песни, которые по-настоящему цепляют. Например, неспешная тема The Fae Vizin с наикрасивейшим гитарным соло, которая, кстати, была еще на демке группы 2011 года, или максимально плотная и грубая World Funeral. В 2015 году Стив Сузо покинул группу Хейтриот, а место вокалиста занял его сын Коди. Однако студийный полноформатник From Days Unto Darkness ребята выпустили только спустя 4 года, в 2019-м. В том, что в музыкальном плане альбом наверняка не будет слабым, никто не сомневался. Но я думаю, что, скорее всего, все внимание было приковано именно к вокалу Коди. И ребята дали понервничать, потому что на открывашке Коди запел только ближе ко второй минуте от начала трека. Сын Сузо не подвел. Да, очевидно, что он пытается копировать интонации отца. Но я думаю, что он делает это без какого-то особого дискомфорта и напряжения. Лично мне вокал Зетра кажется более резким. Ну и в конце концов Стив Сузо это легенда трэша, с которым, на мой взгляд, может потягаться в вокальной экспрессии может быть только Чак Билли. Кстати, у Стива и Чака был совместный проект Dublin Dead Patrol, и я тоже уже ранее упоминал о нем. Но вернемся к альбому From Days Unto Darkness. Я считаю, что это очень крепкий трэш-метал, собранный в лучших традициях метров Bay Area, и Стив Сузо может быть спокоен его детище в надежных руках. В 2021 году группа выпустила все демо-трек From My Cold Dead Hands, который, насколько я понимаю, был открывашкой на альбоме 2014 года, однако в новой версии песни вокальную партию исполняет Коди. Так что группа активно функционирует, как видно из их странички в Facebook, и я думаю, что мы вполне можем ожидать новый релиз. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу на втором канале. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс, пока! Субтитры сделал DimaTorzok